Наверное, многие забывали пароли от своих учетных записей, которые порой бывает нелегко вернуть. В этом видео я расскажу, как без особых усилий удалить аккаунт на устройствах от компании Apple с операционной системой iOS и версиями прошивок от 8.0 и выше. Сразу скажу, что удаление учетной записи не отвязывает устройства от этой же учетной записи. Что я также продемонстрирую в видео. Итак, начнем. Для начала покажу планшет, с которого будет удалена вот эта учетная запись. Вот этот iPad. Заходим в настройки. Вот, собственно, iCloud. Видим, что он введен. Вот. И также включена опция найти iPad. Вот. В основных настройках мы можем увидеть, что здесь стоит iOS версии 8.2. Что нам, собственно, понадобится для удаления вот этой учетной записи? Нам нужно будет сам iTunes. На данный момент я установил самую последнюю версию, которая есть на сегодняшний день. И также бэкап, который предварительно был сделан в iTunes с телефона или планшета, в котором не была введена учетная запись. Вот здесь обратите внимание, чтобы в бэкапе, который будете делать, не было залогина и учетной записи. То есть, чтобы было пустое поле ввода логина и пароля. Такой нам бэкап понадобится. И еще один важный момент. Резервную копию нужно сделать с устройства, с версии прошивки ниже от устройства, с которого мы будем удалять учетную запись. То есть, вот как я показывал, у нас устройство сейчас на прошивке версии 8.2. То есть, мне нужен бэкап в данный момент с версией прошивки ниже 8.2. То есть, там 8.1.3, 8.0, можно седьмые вообще версии брать. У меня под рукой оказался iPhone 4 с версией прошивки 7.1.2. Вот с него я бэкап и сделал. Ну, в принципе, начнем. Так, для начала я вам покажу сейчас, как было видно в настройках, что функция у нас найти iPad включена. Собственно, устройство привязано к аккаунту, что мы и проверим сейчас. То есть, вот видим серийный номер. Вводим этот серийный номер на сайте iCloud. iCloud, то есть, заходим на основной слайд iCloud.com. Внизу есть ссылочка, называется «Проверка состояния блокировки активации». Открываем эту страничку. Я заранее уже скопировал серийный номер этого планшета. Поэтому сюда просто вставляю. Вводим защитный код и смотрим. Вот. Нам показывает сервис, что блокировка активации включена. Ну, и еще раз потом проверим, после того, как удалим аккаунт. Так. Значит, запускаем наш iTunes. Кстати, все эти мои манипуляции будем делать на обычном Windows 7. То есть, не нужна никакие там макосы. Обойдемся весь компьютер в Apple. Так. Запустили iTunes. Здесь сейчас покажу версию. Вот. О программе iTunes. То есть, на данный момент это версия 12.3.2.35. На данный момент это последняя версия iTunes. Так. Теперь подключаем, собственно, наш планшет. Так, планшет подключен. Вот. Видим, что iTunes нашел его. Предлагает нам установить новую версию 9.2. Но этого не будем делать. Вот, смотрим. Тот же серийный номер. И версия 8.2. Что я и показывал до этого. То есть, видим, что подключен этот планшет. Далее. Бэкап, по идее, если вы делали через iTunes, он должен находиться в стандартной папке. То есть, путь должен быть такой. Заходим на диск C. Папка пользователей. Выбираем своего пользователя. Далее в адресной строке. Из-за того, что папка скрыта, дописываем вручную аппдата. Папка роаминг. В этой папке ищем папку Apple Computer. Мобилы Синк. Бэкап. И вот, собственно, наш бэкап с айфона 4, который у меня попался под рукой. Когда будем создавать бэкап через iTunes, обязательно указывайте, зашифровать локальные копии. То есть, выберите, вот, сохранить на компьютер этот компьютер в iTunes. И зашифровать, и указывайте пароль на эту резервную копию. Далее он нам понадобится при восстановлении резервной копии. В данный момент у нас резервная копия есть, поэтому начнем. Что нам для этого нужно сделать? Для этого нам нужно в планшете зайти в настройки. Вкладка основные. Листаем самый низ. И у нас здесь есть меню такое сброс. Вот, нажимаем на сброс. В самом верху есть меню, которое называется сбросить все настройки. Нажимаем на сбросить все настройки. Подтверждаем. И еще раз подтверждаем сбросить. Вот, начинается стирание нашего планшета. Когда закончится полоса, нужно будет нажать восстановить из копии. Вот, собственно, я нажал на эту кнопочку восстановить из копии. Выбираем нашу резервную копию. Нажимаем восстановить. Вводим пароль на нашу резервную копию. И ждем. Ждем, пока на планшете не пойдет полоса стирания. Когда пойдет полоса стирания, только тогда нажимаем ОК. Вот, пошла полоса и нажали ОК. То есть, вот в этот момент только подтверждаем восстановление нашей резервной копии. Далее, вот видим, идет восстановление. Вот, на планшете пишет, идет восстановление. Теперь iTunes пишет, что настройки iPad восстановлены. Не соединяйте iPad. Он появится в окне iTunes. Только будет завершен процесс перезагрузки. То есть, у нас планшет перезагружается. Вот, видим, на планшете сейчас идет восстановление настроек каких-то, наверное. iTunes уже опознал это устройство, но еще не загрузил. Вот, снова предлагают восстановить версию 9.2. Ну вот, отменим. Так, и все. В принципе, iPad загрузился. То есть, в iTunes он уже отображается. Вот, ничего, собственно, не изменилось. Версия как была, 8.2. С этим же серийным номером так и осталось. Смотрим наш планшет. Что здесь изменилось. Так, собственно, все приложения подписаны на английском языке. То есть, был сделан сброс настройки. Из этого сбросился язык на английский. Смотрим вот об этом устройстве. Также видим, что Версия 8.2, как и была, после, до восстановления вот этого бэкапа, вот и после ничего не изменилось. Теперь, собственно, заходим на вкладку iCloud, из-за которой все это и делалось. Как видим, нет учетной записи. То есть, учетная запись удалилась. Что, собственно, и нужно было сделать. Теперь можно свободно вводить новую учетную запись и пользоваться устройством, скачивать приложения с интернета. То есть, все то же, что и делали до этого. Теперь, собственно, еще раз покажу, что удаление вот этой учетной записи не отрезало устройство от аккаунта. То есть, вот еще раз копируем серийный номер. Вводим его. Вводим защитный кнопок код. Вот. И снова видим, что нам пишет сервис, что блокировка активации включена. То есть, как я и говорил, удаление учетной записи таким образом через бэкап не отвязывает устройство от аккаунта iCloud. Ну, зато устройством можно будет пользоваться. Вот, в принципе, и все. Пользуйтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...